Громадная такая. Крыса? Да, булка хлеба, в гаруле лежит булка хлеба грезла. Такая жух такая, хвост такой вот, сама такая, как коты. Так бегают. Скоро его закроют, отходит уже перерабатываешь по-любому. Будет перерабатывать все это. Сейчас посижу, пойду покурю. Не, ну не знаю, я вот в доме как бы постоянно вот спать ложусь, да, и что-то слышу, какие-то звуки. Я тоже вот заметил, тоже в самом доме. И главное на кухне, вот у меня свет выключен, я в комнате в доме, свет горит. Так вот в сфере все это ходит под лохом. Да, да, да. Я лежу, жонка уже спит и без задних ног. А я вот лежу, я вот слышу какие-то шаги-то эти непонятные. Или это вот как его называют. Домовой? Нет, передача даже есть. Полтергейст? Полтергейст. Посуда может звенеть, если на столе стоит. А у меня же кружки такие специальные, такая подставка и на кружках, и сейчас кружки. Вот эти могут звенеть. Я вешу крошки. Вот, в Астане. Там тарелка есть на тарелке. Ну а оказалось, что крыса или полтергейст? Все, знаешь, кто-то двигает посудой. Посуду кто-то двигает. И так отчетливо слышно хорошо после 12. Вот, хорошо слышно. Вот эти звуки. Посуды там, еще шаги какой-то. Такие как шаги. Я уже в домке не говорю, подумают, что крыша поехала, что психбураду вызовет. На крысы не ловили в доме, да? Нет у нас крыс. Была одна мышка, но кот ее поймал. Поймал и откусил голову, и сразу. Голову съел, а потом ее полностью снял. А я думал, что такое хрустит. Я резко пробираю, свет сразу раз, и разу грезет. О, молодец, говорю, не за колбасу даем. Хорош, вас это назвали. Не, а я вот боюсь, что я, короче, как это, спать буду. Или ухо, или нос, не... Мы тоже сейчас при свете спим. При свете, почему? Тоже из-за этого? Да, у нас на разбережение лампочки, на разбережающие. Они совсем мотают ерунда. И тоже из-за крыс? Да, мы не выключаем прохожкий свет. Он все у нас лазит. Возложу крысу в доме? Ну да, что-то лазит там по посуде. Так кто-то сможет. А мышлок, она маловероятно помогает. Не, а вот ловил крысят на... На шоку? Нет, мышлок тоже. Но, кстати, вот классические деревянные, такие железные, как это, спираль. Ну-ну-ну. Ни фига не ловит. Нет, ну-ну. А я именно пластиковые купил, но я одну взял ради интереса. Смотрю, как игрушечная прям. А мне говорят, она хорошая. Ее привязывать надо? Да, привязывать. Я ее поставил. Туда, короче, положил приманку. Раз, слышу хлопок, она хлопает. Прихожу, смотрю крысёныш. Раз, потом два, трех поймал за меньше минуты. Там дни. Гормально. А так, в основном, наклеили грызунов. Вот. Но большую крысу так и не получилось у меня. Их не королеву, маму, там, мамашу. Ну, она уже обучена. Она, главное, лапая одной на эту картонку, на которой клея. Не картонку, а дощечку. Она тяжелая, чтобы она с ней не ускакала. Ну, она же не пахнет. Нет, она лапая. А сыр у меня... Я с сыром и колбаски в центр. А вокруг клея. Ну. И я свет выключу, а сам у ду у меня в зале вот так сейчас свет горит и телевизор я смотрю. Я слышу, на кухне кто-то топает. Потом слышу, вот как вот что-то кто-то как будто прилип, вот так вот стучит. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Я прихожу, никого нету, а дощечка сдвинутая. Приманка на месте. А дощечка большая, она, видимо, до приманки не может добраться. А клей понимает, что клей, и, сука, не лезет. Да. Не рискует. Вот она умная, она стоит. А крысят, они глупые, они лезут, клеят, приклеят. Я о чем говорил. И я их потом просто... И даже эти коты не живут в уличной. Я не знаю почему. Крыс именно. Не едят. Не едят. Не едят. А мужику вы говорите, что он... Уснул, да, и... Да. Погрисли просто. У меня там яды уже. Прошло его время, и все. Но что и такого же-то нет. А? Но что и такого же-то нет. Ну, может, мертвый уже был и... Был, да. Может, там, живой, мне кажется, он бы... Хотя, у них, говорят, в следе, да, что-то есть, что не чувствуешь боли, по-моему. Или все это неправда? Да, нет. Ни разу не кусали вас тут? А? Не кусали ни разу вас тут? Не видел. Позу пасил. Не, там же прививки от бешенства сразу же... От бешенства, нет. Они, по-моему, переносчики, да, этого бешенства? Да. Ну, они же под землей, понимаете. Они лазят по-разному мусоркам. Не, ну, я понимаю, городские крысы, да, здесь зараза много, а деревенские, как сказать, поселенские... Городские где лазят? В подвалах? Нет, а вот в деревнях-то там же, в принципе, зараза такой особой нету, мне кажется. Там же, в принципе, не такая цивилизация, как здесь. Ну, да. Больных людей намного меньше. Хотя, кто его знает, они больные все равно, наверное.